Здравствуйте, друзья! В четверг, 29 июня, на канале Марины Могилко была трансляция с стартап-адвокатом Инной Ефимчик. И я, с любезного разрешения Марины, повешу этот сюжет у нас, потому что там обсуждаются разные аспекты жизнедеятельности стартапов. Ну и где же еще висеть сюжету о жизнедеятельности стартапов, как не на нашем канале. Так что вот вашему вниманию предлагается сюжет. Марине, спасибо! Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня четверг, 10 утра, я традиционно в эфире, и в эфире я сегодня не одна. Я в эфире с Инной Ефимчик. Инна, привет! Всем привет! Спасибо большое, что присоединилась, точнее, я присоединилась к тебе на трансляцию. Мы сейчас у Инны в офисе, она работает в юридической компании White Summers. Правильно, да? Правильно. Вот. Инна, ну, русскоязычный какой-то заметный человек, вот, помогает. У тебя в основном наши стартапы? Разные, но очень много, да, которые приходят по языковому принципу. Так что, русскоговорящий там уже. Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, все что угодно. Ну, вот ты здесь, в Redwood City, да, это Кремневая долина. Сердце. Сердце. О, отлично. Ну, мне все, я как не скажу, я типа в Redwood City, в Кременной долине, пишут. А Redwood City, это не Кремневая долина. Как? Не, 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 кажется, в Redwood City 100%. Сусы. 100% прямо по центру. Отлично, да. Давайте потихонечку, да, мы начинаем. Подождем ребят, которые присоединяются. Ребят, напишите, пожалуйста, можете уже примерно озвучить темы, которые вам интересны. Да, мы сегодня говорим о регистрации компании в США. Вот. И так, сейчас, да, привет, привет. Супер. Значит, по поводу вопросов, я вопросы буду зачитывать с сайта LinguaTrip. Я сейчас кину ссылочку в чат, где мы будем читать вопросы. То есть мы сначала просто поговорим, расскажем про регистрацию компании, расскажем, я, может, там, своим опытом кинулся, я, правда, уже видео делила, сильно что-то расскажет, да. Да, ссылочка на сайт, где можно задать вопросы под вебинаром сейчас, и в чатике я кинула. Вот. Сейчас, одну секундочку. Все. Да, все работает. Напишите, да, пожалуйста, можете осветить темы, которые вам интересны, да. Мы сегодня, ну, давай начнем, наверное, с самого простого, да, с регистрации компании, с самого популярного. Давай, может быть, расскажем про книжку. Вот есть такая книжечка, которая, на нее есть ссылка. Она из PDF-формата. И под видео, насколько я понимаю, там есть вот... Да, ссылочка, чтобы скачать. Да, можно скачать и ознакомиться. И там, вот, наверное, большинство того, что мы будем сегодня проговаривать, расписано очень подробно. Вот, не обязательно читать все, можете читать все темы, которые вам интересны. Вот, и она как раз про открытие бизнеса в США. Давай, может быть, задавай вопросы. Давай. Да, тут тема, как бы, достаточно широкая, вот что конкретно может быть интересным. Да, я немножко буду двигать микрофон, потому что, как я поняла, с прошлой трансляцией мы на английском канале делали вдвоем тоже с выпускником Гарварда, и я поняла, что лучше слышно, когда я вот так вот направляю на себя. В общем, я бы немножко странно держать микрофон периодически, как будто я пою в него. Вот. Ну, да, я начну с того, что... Давай просто поговорим про открытие компании. Вот если я, например, стартап, сижу в России, да, хочу американскую регистрацию, может быть, с вопроса, да, начнем, зачем она мне нужна, да, для начала. Какие плюсы, какие минусы у американской компании? Да, ну, то есть американская компания просто так никому не нужна, да, вот просто ради того, чтобы это было. Поэтому есть разные причины, для чего она, может быть, нужна. Значит, первая причина – это если вы собираетесь вести здесь бизнес, да, то есть у вас будут здесь клиенты, вы хотите нанять здесь людей, то, безусловно, нужно иметь какое-то здесь юрлицо. Это понятно и нормально. Если вы хотите, там, привлекать здесь деньги, то, в принципе, тоже нужна американская компания, но просто иметь американскую компанию здесь недостаточно. Нужно еще вот все остальное тоже. Иметь здесь бизнес, иметь здесь людей. Бывают еще такие вот ситуации, я называю это требования третьих лиц, да, то есть, может быть, вы вот непосредственно не хотите здесь вести бизнес, вот, там, иметь человека здесь, но у вас есть клиенты отсюда, и эти клиенты, им некомфортно заключать с вами договоры, если это, если ваше юрлицо не американское. Оно, может быть, даже, у вас, может быть, есть какое-то офшорное юрлицо, но вот им некомфортно. Это зависит от того, кто ваши клиенты. Чем это больше компании, да, тем они, может быть, более консервативные. И вот сюда от вас такое требовать. Вот. То есть у нас есть некоторый процент наших клиентов, которые открывают здесь бизнес из этих соображений, там, аутсорсеры, например, да, они потом в итоге очень часто нанимают кисто СЗО, здесь уже местных, но, в принципе, там, первые, там, несколько лет они могут спокойно оперировать практически виртуально, но вот есть такое юрлицо, с которым можно подписывать контракты. Если вы бизнес здесь делать не собираетесь, и нет вот третьих лиц, которые вам тоже важны для бизнеса, которые требуют американскую юрисдикцию, то стоит задуматься, вообще, нужно ли это юрлицо в Америке. Может быть, какая-то другая юрисдикция подойдет вам больше, потому что вот несмотря на то, что говорят, вот это лавер, это какой-то офшор, это не офшор. Это не офшор, да, далеко не офшор. Здесь делать бизнес достаточно дорого, иметь юрлицо достаточно дорого. Может быть, есть и дорожая юрисдикция, но если вы еще хотите потом эти деньги выводить из компании, то это совсем дорого. Так что, ну, вот нужно задуматься, какие бизнес-цели вы преследуете, и тогда уже проанализировать непосредственно, помогает ли вам это юрлицо с этими бизнес-целями. Да, я, может быть, немножко от себя добавлю. То есть в нашем случае, почему мы заводили компанию в США? Потому что у нас было предложение от инвестфонда. То есть нам уже было понятно, что просто будет не получить деньги, да, грубо говоря, если мы не сделаем эту регистрацию, и они просили Delaware, чтобы они не настаивали. Но так как мы собирались поднимать инвестиции, мы понимали, что для инвестора очень важна понятная юрисдикция. То есть не какие-то там, я не знаю, хотя у нас были в бейче те, кто зарегистрировал на Кайманских островах, и в них вайфандер инвестировал. Да, инвестировал вайфандер. Что-то новенькое. Да, да, да. Вот, но в основном, конечно, все были Delaware, потому что, представляете, вы приходите к инвестору, во-первых, вы, например, иностранный фаундер, который только что приехал в Америку, и никакой гарантии, что вы завтра не уедете домой, нет. И вы еще приходите к этой странной юрисдикции, в которой инвестор не разбирается. То есть это как бы сразу два но. А вам нужно, чтобы у инвестора только yes, yes, yes. Ну, и чтобы он особо не думал об этом еще, да, то есть выходить, чтобы фокус был на вашем бизнесе, и вот excitement, потенциал, так у вас все будет классно, а не чтобы он вдруг напрягся, а что это для меня значит, ну что теперь, а что это за такой тип компания, нужно ли мне это где-то показывать на моей собственной налоговой отчетности, допустим, если он вдруг становится акционером какого-нибудь там общества BVI, да, то есть, в принципе, для американца, если он где-то, у него какие-то иностранные владения, он все это должен там отражать, в общем, зачем его загружать, да, лишний раз. Да. Вот я тоже вопрос хотел спросить. То есть у нас корпорация, да, это стандартная форма для поднятия инвестиций, потому что там можно сразу выпустить shares, да, вот акции и поднимать деньги. Есть ли стартапы, которые делают вот просто LLC? Есть компании, которые делают LLC, им очень, ну, как сказать, фонды в LLC не инвестируют. Ангелы потенциально могут инвестировать в LLC, но таких ангелов еще нужно поискать, потому что тоже, если они много инвестируют, им это очень сложно администрация этого всего, потому что что такое LLC? Это как ООО, да, люди так, аналогично с российской системой, но большая разница в том, что это налоговый статус. То есть эта компания прозрачна для налоговой, ее как будто бы нет. А если ее нет, то что остается? Остаются индивидуально акционеры, ну, в LLC они называются члены. Здесь эти члены, которые индивидуально должны платить налоги за компанию, ну, в своей пропорциональной доле. То есть у нас, допустим, два учредителя по 50%, и у компании был, допустим, миллион чистой прибыли. Значит, каждый из них должен заплатить налог с 500 тысяч долларов. Значит, безднательно того, получили они эти деньги или нет. Ну, понятно, что компания им раздаст достаточно денег, чтобы они могли расплатиться с налогами, но дальше другой нюанс. Если у нас это иностранные учредители, допустим, вот они в Питере, и не платят здесь налоги, то они не подают налоговую декларацию в США. Вдруг им, получается, нужно делать персональные налоговые декларации в США. А если их не двое, а если их двадцать? То есть каждому из них нужно делать налоговую декларацию. Плюс IRS не хочет гоняться за вот этими там иностранными какими-то людьми по всему миру и пытаться с них собрать деньги. Все это нереально. Значит, она налагает на компанию требования, чтобы, если она прибыльная, и если есть такие иностранные члены, с них вычитать сразу 30%, вот это такой withholding, да, какой-то зарплаты, и отсылать налоговую, ну так, на всех случаях. А в конце года это ничего не меняет, не отменяет требования, чтобы подавать налоговую отчетность. Они должны все равно подать налоговую отчетность. И если у них есть, допустим, другие инвестиции в США, где они там потеряли деньги, то они могут списать. Но если нет, то как бы нет. Вот. То есть получается административно достаточно сложно все это. и объяснить, например, своему какому-нибудь, скажем, российскому или украинскому инвестору, который в этом не особо разбирается, что сейчас ему нужно будет подавать налоговую отчетность в США. В общем. Да, ну то есть перед регистрацией компании США надо несколько раз подумать, да, и понять, для чего она действительно нужна. Ну окей, давай решили, что там у нас там стартап, у нас, может быть, есть уже какие-то переговоры с инвесторами, вот, едем там в долину, один уже вроде даже собрался инвестировать, но мы думаем, ладно, чтобы как бы все это быстро сделать, мы будем делать регистрацию, будем делать там, С-корп, да, стандартно сидел. Да, С-корпорейшн, в доловере, да. С-корпорейшн, в доловере. И, ну вот, с чего начать нужно иностранному фаундеру? Например, вот он приходит к тебе, что ты ему скажешь первое делать? Ну, ему нужно продумать какие-то организационные моменты. У нас вот в этой книжечке на, скажем, на слова, где, в принципе, написано, какие вопросы у нас есть. Ну, почему-то можно. Значит, какие моменты ему нужно продумать? Значит, corporate governance. В отличие от, там, Российской Федерации, здесь компании управляют совет директоров, а не акционеры. То есть нужно понять, кто у нас будет в совете директоров, какой состав. Если это, там, два соучредителя, они могут сказать, ну, у нас как бы все очень просто, вот мы два, там, директоры, мы два акционера, и мы два все, это все очень элементарно. Но ситуация сложнее, да, допустим, может быть, уже есть какая-то команда из пяти человек, и, там, кто-то из них, там, все это начал, это вот ибо идея, а кого-то он привлек позже, а кто-то вообще, там, делает дизайн, и он, как бы, ну, вроде очень важный, но он не строит какое-то видение компании, да, то есть он важный в своей исполнительной должности, но никто не ожидает от него, что он будет участвовать в каких-то таких решениях ключевых. То есть нужно определиться, еще не перессориться, да, кто-то директора. Дальше есть офицеры, то есть это исполнительная власть. Опять же, там, арт-директоры, вы можете сделать, там, это как офисер позицион арт-директор, но, в принципе, полномочия у него, наверное, будут не очень большие, да, то он будет делать свои, там, проекты, там, будет у вас СЕФО какой-то, да, то есть он будет финансовыми аспектами заниматься, будет, понятно, там, СЕО. Тоже это вот, бывают очень-таки эгалитарные отношения изначальные, вот потом тоже очень так, а как делить эти должности? Так, вроде как бы каждый делал свою сферу, и вроде не решали, кто там из нас самый главный, а вот когда уже нужно назначать, там, СЕО, президент, уже как-то вроде нужно определиться, да, и все-таки компания для того, чтобы она была успешна, все-таки должен быть кто-то, кто, если разные мнения, в конце говорит, ладно, я всех выслушал и поднимаю какое-то решение, да, то есть это СЕО. Опять же, есть ряд директоров, которые должны тоже это предварительно решить, но в исполнительном уровне СЕО нужно. Вот, дальше, ну, понятно, это распределение долей, да, то есть обычно у людей есть какое-то представление, как это будет выглядеть, вестинг, тоже такая заезженная немножко тема на данный момент. Да, Маш, я поясни немножко, что, ну, вестинг – это вот вы все, типа, получаете доли, да, но идет условие, что вы полностью свои доли получите, ну, там, у нас, по-моему, я не помню, типа 4 года, ну, стандартные какие-то условия, и что каждый год вам отгружается. Ну, не совсем, да, то есть у вас эти все акции есть сейчас, а на 4 года у вас, значит, такой график, и если кто-нибудь из вас уйдет, допустим, через 2 года, то компания имеет право выкупить половину акции, да, ну, по какой цене? По цене которой? По номинальной. Ну, то есть, да. Да, ну, то есть как бы забрать, да. Но суть в том, что, например, в вопросах голосования или в вопросах, ну, дивидендов, которых, в принципе, нет, ну, теоретически, да, то есть у вас есть полностью вся доля, она вам не выдается именно вот так вот по шагу. Окей, то есть если ты уходишь, тогда получается... Да, это к фаундерам относится. Когда мы говорим про stock options, да, если вы там берете кого-то еще и даете именно опционы, то у них вот именно работает, как ты говоришь, то есть там дается как бы опцион на всю сумму, но это еще не акции, а акции вообще ноль. А дальше вот там каждый месяц, ну, или там после года каждый месяц начисляется еще дополнительный кусочек. Если они хотят их выкупить, да, то они могут выкупить вот такой кусочек или больше кусочек. Начисление, а у тебя, наоборот, как бы оно... Это называется company repurchase option, и она, наоборот, как бы отматывается назад. Окей, я поняла. А вот скажи, то есть вначале мы распределяем доли, и сразу мы должны, по идее, выделить вот кусок акции, которые мы планируем отдавать сотрудникам, да? Ну, по идее, это да, это считается хорошей практикой. У нас есть компании, которые этого не делают, а потом начинаются какие-то вот такие хитрые махинации, там, типа, давайте мы там скинемся по 500 тысяч акций, там, вернем в компанию, у нас будет резерв. То есть как, по идее, это должно работать, любая допомиссия, по идее, можно увеличить общее количество акций, которые компания может выпустить, и таким образом все немножко размываются, да, их доли, но количество акций у всех остается то же самое. Ну, по каким-то причинам, допустим, может быть, вот компания начиналась, было, допустим, два учредителя, был какой-нибудь инвестор, ну, такой там, friends and family или какой-то, ну, такой вот местный, да, то есть он ничего такого специального не сделал, он, в общем-то, получил тот же founder stock, да, то есть они получили там по третьей компании, да, и не предусмотрели вот этот вот резерв для опционов. А в какой-то момент, допустим, при разговоре с инвесторами, с новыми инвесторами, или просто по ходу бизнеса они видят, что им нужен этот опционный резерв, нужно кому-то давать опционы, не из чего, да, они могут, конечно, пойти, увеличить, если там, допустим, 10 миллионов на старт, они могут изменить устав и сделать 12 миллионов, вот у них будет эти 2 миллиона, но это размой от их инвестора тоже, и у них, может быть, такой договоренности не было, если он, например, немножко... И вот начинается, ну, мы сейчас вот там скинемся и вернем в компанию, то есть все это можно сделать, оно немножко так неаккуратно смотрится, да, то есть если заранее предусмотреть некоторый резерв, в общем, не нужно, чтобы он был очень большой, да, то есть вы когда думаете, какой будет размер резервы, считайте так, что вы не планируете на всю жизнь, вы планируете до следующего раунда финансирования долевого, когда вы будете менять устав и увеличивать количество акций, сколько вы готовы будете отдать своей компании под каких-нибудь сотрудников, не под инвесторов, под инвесторов это вообще отдельная история, вы будете менять устав, а вот именно сколько вы максимально готовы расстаться, скорее всего, не будет 50% компании, которые вы вдруг кому-то отдадите, да, то есть если у вас не хватает кофаундеров, да, если у вас какая-то ключевая область не закрыта, и вы понимаете, что вам нужно будет большую долю компании кому-то отдать, то вы можете под это тоже, там, 30%, допустим, аллокировать, но это скорее исключение, да, то есть обычно все-таки уже как бы основные игроки есть, а те, кто заходит позже, получают уже меньше доли, даже если это достаточно ключевой человек, и может, он 10% получит, так что если у вас есть 20% аллокированных, у вас есть 10, чтобы по-проценту раздавать. Окей, давай немножко поговорим вообще про стоимость вот этих всех начинаний, да, сколько вообще стоит зарегистрировать вот это вот C-корпорейшн, да, и сколько, ну ладно, по бумагам это ты все равно объясняешь, да, я потом про какие-то подводные камни расскажу, которые у нас всплыли потом, ну а в среднем сколько это вот все стоит? Ну, смотри, сама все регистрация, да, вот просто чтобы компания появилась, это все очень дешево, и это можно делать там, ну буквально самому онлайн, то есть это премудрости нет, потому что когда мы говорим, какие у нас расценки, они говорят, ну а как же так, можно же там, не знаю, за 500 долларов все это сделать. За 500 долларов можно что-то сделать, получить компанию, но она будет пустая, да, то есть в отличие тоже вот от того, как в России это работает, это когда компания здесь регистрируется, все, что у нее есть, это название, количество акций, которые она может выпустить, и ее юр-адрес, и все, то есть у нее нету вот ни директоров, ни офицеров, ни акционеров, самое главное, да, то есть она абсолютно пустая, и дальше ее нужно всем этим наполнять, и интеллектуальной собственности в ней нет, то есть дальше, чтобы это наполнить, это уже работа с, обычно с юристами, можно использовать всякие там онлайн-сервисы, типа Клерки есть, есть там Rocket Lawyer, то есть для того, чтобы ими действительно нормально пользоваться, конечно, хорошо вот в этом, хорошо разбираться, что может что-то такое наделать, потом надо все это менять. Вот, то есть стоимость может быть разная, в зависимости от того, что вы попытаетесь сделать. Если вы приходите к нам, то у нас диапазон цен где-то от 2,5 до 5 тысяч, в зависимости от того, что вы хотите сделать, то есть если там все очень просто, мало фаундеров, там без каких-либо дополнительных соглашений, мы обычно 2,5 укладываемся. А если у нас при оформлении компании мы сразу оформляем еще какие-то у вас были предыдущие инвестиции, которые вы взяли, какие-то бывают акционерные соглашения, которые вы хотите интегрировать, это не требуется, но это, если люди хотят, у них уже есть договоренности, которые нужно отразить, то вот в 5 тысяч у нас там очень много всего входит. Значит, когда я говорю, это не пакеты, то есть это мы почасово работаем, и дальше сколько получилось, ну, получается, в диапазоне там от 2,5 до 5, где в 5 уже входит практически. Единственное, что коммерческие договоры, это мы считаем отдельно, то есть если там какие-то terms of service нужно сделать, там privacy policy или там договор с клиентами, то есть это уже отдельно. Но все корпоративное, все там улажные отношения, там договоры о вводе интеллектуальной собственности, в том числе о вестинге, договор там на даже трудоустройство, если это актуально. Обычно, когда еще не приехали, и визы еще нет, то это еще не совсем актуально. Да, то есть, ребят, тут я просто вижу, что присоединяются новые ребята. Я скажу еще раз, мы сегодня разговариваем именно про стартапы. Для стартапов единственная нормальная форма, на которую вы можете поднимать деньги от инвесторов в долине, то есть мы говорим про американский стартап, это C-корп, и мы про это говорим, C-корпорейшн по штате Делавэр, вот, и как бы вот вокруг всего этого уже какие-то детали выясняем. Вот, по поводу того, ну вот сейчас обсудили, сколько это стоит, да, 2,5 до 5, ну вот, да, есть сервисы, которые там из YC выпустился, Клёрки, по-моему, они берут типа там, я не помню, 290 что-то долларов за то, что ты им просто заполняешь все, что ты хочешь, они тебе выдают как бы документ, что у тебя есть компания, но реально тебе же нужно поднимать деньги от инвесторов, да, например. Ну окей, договор там инвестирование тоже скачаешь, но всегда есть такие маленькие какие-то вещи, то есть классно было, что в 500 стартапов мы попали, и нам как бы пришел юрист и все это объяснил, то есть нас вот реально провели, в идеале, конечно, когда вы попадаете в эксцелератор, и то, когда мы попали в 500 стартапов, мы все равно обращались, ну, к юристу, который из нас брал, ну вот сумму, которую ты называешь, за регистрацию компании, то есть понятно, что что-то вам объяснят, в чем-то нужно с самим разбираться, когда это клерки, когда это клерки, нужно посидеть, может быть, еще на кворе, и посмотреть, чего дальше делать, вот, потому что у меня была такая ситуация, что я вот просто, мы зарегистрировали компанию, и под конец года я сидела на vc.ru, есть в портал тогда, читала статью про то, как там чувак попался, ну там не сосредоточил какую-то форму, и ему прислали штраф на 50 тысяч долларов. Я думала, что это за форма? Смотрю, и как бы эта форма 100% про нас, которую нам надо подавать. Хорошо, что еще год к концу не подошел, и я узнала про эту форму. Ну вот, кто должен говорить про такие подводные камни? Это же наш юрист, кому ничего не сказал. А, интересно? Да, это странно, кстати. То есть и юрист должен был сказать. По идее, да, но то есть это не юридическая форма, о которой ты говоришь, значит, я думаю, о чем ты говоришь, это связано с налоговой декларацией, когда она подается, там есть формы для компаний, где больше, чем 25% принадлежит иностранным фаундерам. И если эту форму не подать, ну, в принципе, компания безносительно того, заработала она деньги или потеряла, она каждый год должна подавать налоговую декларацию. Значит, ну, некоторые говорят, а, мы там ничего не заработали, ну, как бы не может же быть штраф, если мы ничего не заработали, да, вот если бы мы заработали, не заплатили, это понятно. Ну, как бы так, и просто не подают налоговую отчетность. И оно бы как бы вроде ничего, но вот эта форма. А за неподачу формы штраф 10 тысяч вот за каждую форму. То есть, там, если 3 фаундера, то там за каждого фаундера по 10 тысяч. А если это 2 года прошло? Там пене, да, еще. Ну, еще пене, это да. И второй год. Второй год, в общем. А дальше начинаешь работать с бухгалтером. В принципе, они пишут письма в АРС и пытаются это снять, найти пене. Ну, вообще штрафы снять. Ну, это уже вопрос, как бы захочет АРС снимать, не захочет, да. То есть, если ты уже на этом попался, они уже про тебя знают. Ну, может быть, опять же, если это, может, один человек был, один акционер и один год, ну, может быть, 10 тысяч они спишут. А если, там, говоришь, мы там на протяжении 3 лет ничего не делали, так, у нас компания висела, это вот к вопросу, да, открыли компанию, не знали зачем, вот она там 3 года висела, а потом решили вдруг попользоваться уже, что уже стала нужна, да. Стали смотреть, а там уже за все это время весят куча долгов, сможет ли бухгалтер потом задним числом за эти 3 года отторговать. Ну, да, но в истории на ВИСИ они написали жалобное письмо в АРС, что они не специально, что они просто реально не знали. Ну, вот почему я, ну, как бы думаю, что правильно через юрист подавать. То есть, когда вы уже сделали одну компанию, может быть, там и сейчас, я бы, наверное, сделала через Клёрки, если мы что-то второе открывали, потому что, в принципе, как бы я уже понимаю, что где, что и как, вот, но если первое... Все, у кого есть уже одна компания, делаю по тем документам, которые у меня на первой компании. Ну, я как бы это имею в виду, что у меня все документы есть уже, под нас все составлены, если что, смогу, да. Но когда ты, как бы, первый раз приезжаешься, потому что я помню, с какими квадратными глазами вообще на все это смотрели, говорили, что у вас одинаково, ну, как бы, чем отличается KISS от Safe, так это то, что там МФНа нет. И я вот так вот сижу, вот так, что сейчас было, простите, я вообще ничего не поняла. То есть сидел, просто сидел и разбирался. Так что вот так вот. И сейчас, ну, вот второй mental game открыт, там, ну, с юристом компанию. Нужно понимать, что это все длится какое-то время, потому что вам выдают там номер налогоплательщика, да, и так далее. И, например, вот тоже одна из таких вот, ну, один из таких моментов, которые мы не очень предвидели, что, например, вы приезжаете в Америку, если даже есть какое-то предложение об инвестиции, чтобы от того момента, как вы приехали и открыть счет, там, чтобы эти деньги пришли на счет, может пройти там около трех месяцев, что у нас и было. Кто знает, да, ну, у нас все очень, да. Кто затянул, потому что пока нам сделали оформление компании, пока нам выпустили все банковские документы, пока 500, ну, как бы инвестор проверил все, прошло достаточно много времени. И кто помнит нашу историю, мы приезжали там с последними деньгами в долину, и у нас все было достаточно печально там вообще по всем фронтам. И мы как бы сидели уже на последние деньги, уже там родители прислали и так далее, ждали, когда нам переведут. Вот, поэтому как бы нужно вот на это тоже обратить внимание и понимать, что это не все супербыстро. И вот сейчас мы с сыном как раз ехали с утра на трансляцию. Она мне рассказала, что еще, оказывается, и не так хорошо банки счета открывают. Да, расскажи, что сейчас... Ну, это вот сейчас, да, это... Играцизация с банком сейчас усугубилась. То есть, в принципе, уже давно было требование, что нужно прийти в банки, открыть счет лично. Но были какие-то, если знать нужных людей, были какие-то лазейки. Ну, во-первых, было CV, Silicon Valley Bank, который открывал под термщит. То есть, если там как минимум 500 тысяч инвестиций, там тоже можно было бы, если немножко меньше. Даже если 100, да. Ну, от 500 стартапов. Ну, да, от нужного, от хорошего инвестора или большая сумма или что-то, то, в принципе, они вообще не смотрели, где ты находишься, а не открывали. Если это не вот такая история инвесторов нет, то были там другие какие-то люди, которые каким-то образом могли открыть для вас удаленно, а не здесь это как-то открывать. Сейчас эти все истории прикрылись. И SVB сказал, что больше так не открывает. Причем, ну, безотносительно. Просто они как-то сейчас не очень хотят с нашей частью Светы, вот имя дела, такой русскоговорящий. И все другие лазейки закрылись. То есть, вот, можно компанию открыть. В принципе, это делается очень недолго, да. Если там, вот, вы говорите, мне бы открыто, ну, так, мне нужно в следующей неделе подписывать контракт, мне нужна компания. Ну, хорошо, мы можем там сегодня открыть компанию. Пожалуйста, она у вас там будет зарегистрирована на сегодняшней дате, там через два дня будет подтверждение штата, что она у вас есть. Но теперь вот сложность с открытием счета, да. То есть, для того, чтобы его открыть, нужно прилететь сюда. Не нужно здесь жить, не нужно, вот я слышала, что нужно... Есть мисинформация, что нужно иметь там social security или нужно иметь персональный IT number. Этого не нужно. Это для... иногда для PayPal, по-моему, требуется, чтобы там наладить какой-нибудь merchant banking. Поэтому мы рекомендуем Stripe использовать. Stripe... у них, вроде, тоже есть требования, но с ними там можно созвониться, объяснить ситуацию, и они это понимают. Stripe очень классный. Stripe и Brain3, наверное, две. Ну вот, да. А PayPal... у нас есть клиенты, которые пользуются. Ну и говорят, что вот никак не обойти это требование. То есть там доходит до того, что они понимают людей в США просто ради того, чтобы использовать их social security, чтобы можно было на них вот залучить этот PayPal. Но обычный банковский счет. Вы приходите с регистрацией компании, с уставом, с печатью. Причем не оригинал, это просто распечатка. Когда ловарь вообще оригиналом не оперирует. Все. Никаких там модеризаций, опросили, ничего тут не надо. Это распечатка. И письмо из АРС, которое мы там для вас получим, в котором будет ваш налоговый номер. Это две бумажки, которые нужны банке. Иногда банки там что-то такое еще просят, там, чтобы подтвердить, кто вы вообще такой. Но в основном нет. Ну, то есть как. Они всегда просят ваши документы, для этого они хотят, чтобы вы пришли на паспорт. Но кто вы такой в компании, обычно они просто спрашивают, говорят, ну ты типа президент? Да, вот я президент. И что, и владелец? Да, да, владелец. Что такое говорят, они там что-то записывают, им открывают счет. Если находиться здесь, это не так все сложно. Сложность заключается в том, что если здесь не находиться, и хочется это сделать удаленно, и не прилетать ради этого. Ну вот да, сейчас чего-то как-то это стали прикрывать. То есть раньше действительно можно было, не заходя в банк, и будучи там туристом, там на две недели приехал, быстро счет открыл и уехал. Да, вот я не ожидала, что совершенно, ну вот совсем недавно, да, стали как-то это все притормаживать. Поэтому нужно как бы приезжать. Но у нас тоже были вопросы, когда мы фондрайзили, нас спрашивали, а в каком вы статусе здесь? И я говорила, что, ну вот я в процессе подачи на обвезу, да. То есть ты сразу должен, ну тоже важно для местных инвесторов понимать, что вы не временно здесь приехали, сейчас поднимете и убежите куда-нибудь. Особенно там они боятся, если, наверное, Россия так далеко, да, Украина, Беларусь там. То есть очень как бы важно показывать, что вы собираетесь оставаться здесь. Вот, поэтому, да, вот так вот. Я думаю, сейчас можно немножко на вопросы поотвечать. Сейчас посмотрю, что у нас на Lingua 3 по вопросам. Сейчас я буквально секундочку обновлюсь. Так. А, может быть, да, может быть, про налоги давай поговорим. Сколько в США налоги? Ой, там столько вопросов. Да, я бы немножко налоги осветила. Давай вот... Налоги какие? Вот корпоративный налог, да. Сколько вообще... Вот, окей. А, кстати, ну сразу я от тебя буду скажу, что, например, в России, если ты даже показываешь выручку, но ты убыточный, ты все равно плачешь, по-моему, минимум это 1% с обороты, если я не ошибаюсь. В Америке, если ты показываешь убыток, то ты просто сдаешь налоговую декларацию, в которой ты покажешь минус, как бы ничего не плачешь. Для стартапов, особенно в первый год, это очень большой плюс, потому что я не знаю, там, первый год, кто сразу стал там прибыльным. Нет, конечно, первый год, это, может, и первые 5 лет, да? У кого-то, да, это первые 5 лет. Вот. Ну, окей, даже если там, ну, например, давай предположим, что у стартапа, не знаю, ну, там, для простой счета 100 тысяч долларов прибыль за год. Какие налоги будут? Да, я, если честно, вот эти проценты все не помню, потому что у нас variable шкала в зависимости от доходов, то есть какая она там конкретно на 100 тысяч, я не помню, можно поднять эти графики. Но налоги есть на разных уровнях. Ну, есть налоги на федеральном уровне. Ну, смотри, шкала, может быть, 20-25 процентов, допустим. И есть дальше налоги штата, где компания ведет бизнес, причем официально, где она зарегистрирована. Значит, если компания зарегистрирована просто в Делавере, когда говорят, что Делавера шоу, это имеется в виду вот конкретно это. Если компания зарегистрирована в Делавере, но там не присутствуют физически, ну, то есть у них нет офиса, то штат Делавер не берет подоходный налог. У них есть еще то, что называется franchise tax, там можно прочитать детально в моей книжке, но для компаний в начальном этапе это, допустим, 175 или 350 долларов в год в зависимости от того, сколько у них там выпущено акций, по какой они схеме идут. Компании, у которых много активов, если у них много акций и много активов, там эта сумма может быть, на самом деле, довольно приличной. У меня есть три клиента, которые платят, допустим, 14 тысяч в год. Это вот просто налог Делавера на существование. Он не привязан к доходам, он привязан к активам. А почему они не 300 платят? А, потому что там, когда считаешь по вот этой формуле, то там умножаешь на total assets из налоговой декларации, а у них total assets, там что-то они декларируют 30 миллионов. А, типа, да. Когда перемножаешь, то... Ну, то есть можно сказать, что когда у тебя total assets 30 миллионов, то тебе 14 тысяч, как бы не жалко закладиться в Делавер. А, кстати, тоже быстренько. Еще я видела вопрос, мы просто как раз проскочили по поводу уставного капитала. Отсутствует как таковой, да? Потому что ты как бы как фаундер инвестируешь свою интеллектуальную собственность в обмен на акции. Ну, там они по минимальной цене оцениваются. Но как такового там вот что... Ну, когда мы ООО в России открывали, мы писали, что у нас 10 тысяч рублей там устава капитала, и куда-то даже вносили. Я не помню, как это все делалось. Но здесь такого нет. То есть никакого основного капитала. Ты просто подписываешь договор, что ты передаешь интеллектуальную собственность, связанную там с каким-то продуктом, который ты делаешь в компании. Ну, это да. То есть это обычный способ для стартапов. В принципе, считается по-хорошему, что в компании есть par value. Это вот некоторая номинальная стоимость акции. Он супер-супер маленький. И по идее вот этот par value неплохо вносить все-таки наличными, а дальше остальное как бы непонятно, вот как вот эта интеллектуальная собственность. Не все это там в итоге делают, но так по идее документы так структурированы, чтобы это все-таки кешам вносить. И, опять же, это не от какого-то требования, что у вас уставной капитал должен быть как минимум, там, не знаю, 10 тысяч долларов. Я знаю, что в Германии с этим как-то очень строго, достаточно много нужно, и в Англии, по-моему, достаточно много нужно внести, чтобы вообще компанию начать, ну, чтобы люди зазря не открывали компанию, показать что-то серьезное. А здесь, да, можно открывать там еще. Да, по налогам, да? Да, да. То есть, ну, окей, с franchise tax разобрались там. Вот, а дальше становится интересный вопрос, который мы с Мариной тоже вчера обсуждали. А где еще компания ведет бизнес? Да, то есть, если вы все находитесь там где-нибудь в России, в Украине, где-то еще, и все, что у вас есть в Америке, это доложская корпорация, то совершенно очевидно, что нигде больше в Америке вы бизнес не ведете. Ну, то есть, если у вас нет сотрудников, у вас нет офиса, у вас ничего нет. Есть только доложская компания с каким-то там счетом, допустим, привязанным. То вы больше нигде не ведете и платите только федеральный налог. 22 процента, да? Ну, надо посмотреть, что они говорят. Ну, в Делаверске, да? В смысле, федеральный, sorry. Мы можем потом найти эту ссылку, там, где видна эта шкала. Ну, например, в порядке, да, в порядке, понимаете. В порядок нами, да. А, ну давайте представим, что вы уже, допустим, компания, которая приехала там в акселератор сюда, или просто уже открыли здесь офис, там у вас есть там 2-3 человека, которые здесь сидят, например, в Калифорнии. Значит, если это происходит, то вы, в принципе, ведете бизнес в Калифорнии. И ваша Делаверская компания, она родилась в Делавере, она дальше прописывается в Калифорнии. То есть это называется qualification to do business. Это очень банально подается там 2 формы в штат, но они сразу про вас узнают. И начинается у вас протеки за то, что вы здесь ведете бизнес. В Калифорнии тоже есть понятие franchise tax, то есть вы платите, скажем так, по минимуму вы платите 800 долларов в год. Вот. И есть уже налог на прибыль, да, потому что это совсем уж не офшор. Ну да. А он сколько? Надо смотреть. Я просто не знаю, потому что... Ну я так понимаю, что в общем, получается около 30 с чем-то процентов. Да, если не больше. То есть Калифорния не дешевый штат, чтобы вести здесь бизнес. Вот. Но, опять же, для стартапов налоги, они важны, но как бы не сразу, да, потому что, в принципе, в основном стартапы достаточно долго... Инвестируют в развитие. Они живут, ну, инвестируют в развитие, живут за счет инвестиций, соответственно, они постоянно в минусах, и они эти минуса коллекционируют. То есть там пока они еще станут прибыльными, если вообще станут, да, как только у них редкие деньги, они обычно их тоже ввести в бизнес, и снова выходят там в нули, в ноль или в минусах. Так что налоги важны и не важны. Зависит от модели, да, то есть очень много моделей, где там быстрый-быстрый-быстрый рост, чтобы потом продаться, и вообще можно никогда прибыльным не стать, да, то есть просто вот за то, что там миллион пользователей там или еще что-то. Если модель больше, то мы хотим там выйти на самоокупаемость, не зависеть от инвесторов и вообще как бы жить в свое удовольствие, то тогда, безусловно, налоги, это более важный фактор. И вот еще тоже вчера обсуждали, что если вы ведете бизнес, допустим, в Калифорнии, да, и вы ведете разработки где угодно в мире, то вы можете дополнительно еще, помимо того, что вы их списываете просто, ну, как расход, да, то есть вы против своей прибыли, еще есть некоторые такс-кредиты, которые вы можете получить, так что там, если вы уже дойдете до этого этапа, обязательно проговорите это со своим бухгалтером. Там не любой инженер считается как вот человек, который делает там new research and development, на который дается такс-кредит. Поэтому нужно как бы правильно вести свои учеты во время года, чтобы потом можно было показать, ну, там, потратили, не знаю, миллион долларов на разработку. Ну, и налог, как бы, не то, что возвращается, да, это тоже списывается на... Ну, оно все списывается, да, но потом еще такс-кредит, то есть это, допустим, если в какой-то год вы дальше будете должны, не знаю, 100 тысяч в налоге, да, уже вот... Скажите, а я вот миллион на разработку потрашу. И там каким-то вот боком, он говорит, хорошо, тогда вы там не 100 тысяч должны быть в налог, а вот этот кредит, он уже просто вычитается от того, что вы должны... Опять же, не на всю там сумму, там какие-то формулы, это все. Это весь бухгалтер. Мы бухгалтерию не делаем, но... Да, нужно нанимать просто бухгалтера толково потом. Так. Если в США компания, кто занимается майнингом криптовалют. О, да, мне кажется, сейчас такой хайп. У меня знакомый какой-то в фейсбуке, не помню, как его зовут, вывешивает постоянно, что у них там, по-моему, в Майами, ну, что у них типа самая продуктивная там ферма криптовалют, у него просто какие-то сервера свисают отовсюду, он что-то разрабатывает, разрабатывает. Но здесь это невыгода, по-моему, иметь фермы, потому что нужно там, где дешевое электричество, а здесь как-то... Ну, он как-то оптимизирован. Он сказал, что у нас вообще все заоптимизировано, что нам прям супер выглядело. Solar, да, там у них. Да, solar energy. Так, сейчас начинаю это дело. Слушайте, по поводу криптовалют, как бы мы тоже недавно общались с юристом, который занимается всеми вот этими вещами, ICO, криптовалютами. На самом деле в США с этим достаточно все сложно, потому что если, например, вы делаете initial coin offering, там люди блокируют специально людей из США, потому что иначе включается вот это вот SEC, так называемая государственная организация, которая занимается акциями, да. Да, и они считают, что вот эти вот все криптовалюты, которые продаются на ICO, они, на ICO, sorry, они являются как бы бумагами ценными, поэтому не допускают... Короче, опасно в США это все. И выводить, например, как физлицу или как юрлицу, я так понимаю, что там, ну, типа, не больше 10 или 20 тысяч долларов в месяц, и я знаю, что там люди просто миллионы делают долларов на этих криптовалютах, и когда у тебя лежит миллион в криптовалютах, ты там можешь по 10 тысяч в месяц выводить, как бы, но, в общем, советую Сингапур, ребят. Я честно, вот я в эту тему не сильно углублялась, может быть, стоит там Юлия пригласить на трансляцию. На трансляции... Мы обязательно будем делать какой-то этот самый семинар, пусть он расскажет подробно. Да, да. Так, следующий вопрос по поводу... Давайте по стартапам отвечу. Как у вас Y-комбинатор в 500 стартап с самим стартапом? Ну как, там стандартно надо заполнять application form. Сейчас я уже сказала бы, что, наверное, нереально попасть, если вас никто из запускников не рекомендует, то есть сейчас прям рекомендация-то обязательно. И Y-комбинатор, ну, они как бы сами, по-моему, к Сэм Альтману выпускал статью, что мы считаем, что как бы фаундер не настоящий фаундер, если он не смог к моменту подачи, да, какие-то контакты, какие-то, ну, рекомендации себе сделать. Я думаю, когда мы подавались Y-комбинатор в 500 стартапов, мы просто всем писали везде, где можно, писали по поводу того, что порекомендуйте нас, порекомендуйте. У нас в каждый акселератор там были какие-то рекомендации. Так долго... Обязательно. Да. Поэтому, ну, обязательно, естественно, результаты, какие-то треекшины, что-то нужно показать, и плюс еще рекомендации. Будет делать виза О1 после того, как будет зарегистрироваться в стартап, или же стартап в Y-комбинатор. Но как бы О1, она зависит скорее от того, как у вас пресса накопится, потому что, например, вот в стартап вы попали, у вас один из пунктов там О1 про пресс, не знаю, у меня эта пресса копилась месяца 4, пока там так раньше написал свою статью, которую все так долго ждали, или то, что после него пошел Venture Beat Next Web и так далее. То есть это все... Они, может быть, спрашивают, это на технические после подачи уже, сколько будет. То есть если вы уже подали на визу О1, то есть вы собрали уже эту базу, а у нас многие люди приходят, у них еще компании нет, в принципе, у них достаточно материалов, чтобы подавать на О1, потому что зависит от того, насколько человек такой, говорим, распиаренный. Потому что, в принципе, это виза для людей, которые... Не знаю, как бы для преуспевающих, но в итоге как доказать преуспеваемость, да? То есть это человек, который где-то засветился, да. Да. Нет, если все готово... Если все готово, то если делать ускорение, то это где-то две недели, ну, то есть не где-то это. Они обязуются сделать до две недели, там они могут сказать, что нам не хватает информации прислать, так, что называется RFE, Request for Evidence. А сейчас очень много их. Сейчас стало больше. Раньше у нас на О1 вообще не было, они раньше как-то проскакивали. Сейчас стало больше, причем на западном побережье, а на восточном, два разных центра. Невада-Техас, да? Ой, я не помню, где самый центр, ну, в общем, там два их. Один здесь, а один на том побережье. В общем, на восточном побережье там проходит гораздо лучше. Но для этого нужно сказать, что нужно, чтобы компания там была. А если ускорение не делать, раньше говорили, что тоже за две недели делать. Сейчас они уже... Это вот уже не говорят. Мне два месяца не делали. Ну, мой кейс рассматривали два месяца. Сейчас стало дольше, то есть делали уже какое-то время назад. Да-да. Сейчас что-то три-четыре месяца, если не делать ускорение. Так что, наверное, если вот нужно уже приезжать, мы просто рекомендуем сделать это ускорение. А оно стоит там что-то 1225 долларов. Ну, в принципе, если сильно надо приехать, то это, наверное, стоит. Да. Ну, то есть, да, рассчитывается прям не такое. Так, при каких условиях дают инвестиции, ну, это я уже сказала, да, примерно на трекшн, показатель, продукт, какой-то работающий уже. Насколько легко сложно получить инвестиции? Ну, если вы спрашиваете про 500 и Y-комбинатор, считается, что сложнее, чем поступить в Стэнфорд, по вероятности. То есть там 3%. Я послушала Гарвард, да. Гарвард, Стэнфорд, да. 3% примерно от всех подающих проходят в акселератор. Какого юрист писает эти для визы О1? Почему она так рекомендовала? Да, вот у Иннера... У нас в фирме есть специалист, который оформляет. У нас очень хороший трек-рек, в принципе, у нас... Какой approval rate? Не знаешь? Ну, официального же нет никакого, да. Нет, да, у вас. А, у нас в итоге у нас как бы все, кому мы подавали, все получили. То есть у нас было, что кому-то... Ну, с RFI это вообще понятно, да, когда они дают дополнительную просто информацию. Был один или два отказа, которые мы потом просто тут же переподавали и проходило. Ну, то есть просто там человеческий фактор есть. С любыми этими визами человеческий фактор. Ну, да, там стоит... Какой-то клерк, который вообще там, да, у него что-то настроение плохое. И вообще он видел, что там Россия там с Трампом у них коллужины, вообще как бы, что из России там... Ну, то есть мало ли что у него там в голове в этот момент. То есть бывает, что там отказывают по каким-то... Или там замедляют процесс по каким-то вообще идиотским причинам. Но мы не берем кейсы, которые мы считаем, что мы не можем получить. Мы сразу смотрим. И чем хороша конкретно виза О, что можно... Если недостаточно базы, да, вот как Марина говорит, там можно еще подождать пару статей, да, договориться, чтобы что-то опубликовали. Тут там... В принципе, люди, которые в бизнесе, у них всегда есть какие-то возможности себя немножко попиарить, да, там приглашают где-то выступить, приглашают в каком-то конкурсе, там поучаствовать, посудить какой-то конкурс. Просто некоторые там любят это и занимаются этим просто всегда. А некоторые больше так... Как-то серый кардинал, да, там, если что-то такое делает, очень важно, никто про него не знает. Ни любят публичность. Но ради визу, они говорят, ну, хорошо, ну, приму там нас на протяжении двух месяцев буду там принимать все эти предложения, которые на меня сыпятся. И вот там про меня вдруг все узнают. Ну, хорошо, да. Да, у нас шутка есть такая, что если вдруг про кого-то начинают статьи писать, типа, что, на один, да, водишься и подаешься. Да, типа, что это вдруг столько пиара вообще, с чего. Да. Да. Так, дальше. Составление контактов с фрилансерами и программистами. Ну, вообще, ваш юрист, да, который делает регистрацию, я не знаю, если там Инна или кто вам делал регистрацию компании, по крайней мере, нам прислали все контракторы agreements, все job offer. Я помню, когда... Еще, кстати, такой момент интересный, кто будет работать с этим, вот, с компанией США. Мне, значит, я прислала юрист тебе документы, я говорю, а где документ, вот, трудовой договор? Говорю, где? Оферлеты. Она говорит, в смысле, я вам offer letter прислала. Я говорю, окей, offer letter он принял. А потом мы подписываем трудовой договор. Какой трудовой договор? У нас реально вот разговор был, как будто мы на разных языках говорили минут 15. Я объясняла, что в трудовом договоре должно быть прописано там, вот, там, расписание трудовой инструкции, там, и так далее. Она просто не понимала вообще, что я от нее хочу, а, короче, здесь принимаешь на работу, вот, ты просто offer letter. И в offer letter ты уже прописываешься какие-то условия, заплаты, и так далее. Человек подписываешь, он согласен, и все. И это, как бы, вот, как бы сила трудового договора, грубо говоря, в этом offer letter. Но к нему, к такому договорчику на полторы странички, к offer letter идет еще там на 7 страниц confidential information, financial assignment, где все мясо, да, там, ну, не насчет какого-то там графика, там, что-то, а больше по конфиденциальной информации, по интеллектуальной собственности, потому что все, что этот человек делает, должно принадлежать компании, а не ему лично, да. И если мы не в Калифорнии, какая-нибудь там положение не конкуренции, но в Калифорнии это запрещено, да, вот в их местах. Да. Так что, да, это такой, такой сюрприз для меня был, я просто думала, как, где, где трудовое договор, очень смешно было. Да, какие-то вот такие вот моменты, вот хорошо, когда юрист, вот если бы она русскоязычная была, я думаю, она бы сразу, как ты посмеялась, сказала, ха-ха-ха, спасибо. Она бы американка, даже не поняла, что я от нее хочу. Вот, в этом, кстати, плюс, наверное, ну, вот, с русскоязычными здесь общаться, потому что они понимают нашу специфику и понимают, что мы имеем в виду, когда мы что-то говорим. Ну, это даже не языковое, это больше просто культурное, потому что у меня очень много клиентов оттуда, то есть я уже много каких-то вещей знаю по российскому праву, которые там, ну, в принципе, это российское право совсем не знаю, но вот просто там, а, ну да, у этой компании они уже с этим сталкивались, то смотрится, это вот там, вот так-то, там, да. Да. Если кто-то вдруг сейчас подумал, что Инна мне тут заплатила, конвертик, просто, ну, Инна действительно, ну, толковый человек, с которым вот разговариваешь, понимаешь, что человек еще в курсе дела и через нее проходит много моих знакомых тоже, которые здесь стартапы делают, так что, пожалуйста, не думайте, какие-то эти просто... Абсолютно бескорыстно. Да, абсолютно бескорыстно, потому что считаю, что, ну, полезно это все узнать, если бы мне кто-то это там год-два, два с половиной рассказывал, я бы, ну, была так счастлива, потому что я приехала с квадратными глазами, ничего вообще не понимаю, поэтому, Инна, спасибо большое за время, да, тем более, что, да, кстати, в этой книжке все вопросы я себе тоже возьму, Инна написала такую книжку, как мануал, это вот, кстати, вот я сейчас примерно что-то такое же пишу по поводу высшего образования в США, здесь вот основные ответы, я у тебя одну... Да, конечно. Вот, и можно тоже почитать, смотреть, ее бесплатно абсолютно можно скачать, ссылка под видео и кнопочка зелененькая, если вы сайт Линготрип смотрите. Вот, так, сейчас одну секундочку, я дальше перехожу к вашим вопросам обратно. Так, 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 так. Да, все окей, просто проезжаешь, все трансляции в порядке. Так, ба-бам-бам. На каком этапе стартапа уже можно начинать делать визу ООН? Как бы, опять же, стартап выступает приглашающим лицом, то есть, кто-то он оформил, в принципе, уже можно и делать, да, главное вам, чтобы, ну, все остальное было, там же критерии не только, что у вас стартап, а там пресса и так далее, но даже вот с иммиграционным юристом. Можно, например, не иметь стартап, можно иметь любой бизнес, то есть любая компания может пригласить вас на эту визу. То есть это может быть там абсолютно не технологический бизнес вообще, мы такие тоже делаем. У нас вот как-то мы сделали визу ООН для компаний, которые предлагают секс-тренинги. Это, а у них какой реформа регистрации, да? Корпорация, да, прикольно. Нью-Йорки, вот у них там, если кто из Нью-Йорка смотрит, можем потом дать ссылочку, если кому интересно. Да. А вот, кстати, вот удаленно компанию зарегистрировать можно же и с вами, ну, то есть Сикорп, Делавери, спокойно, да? То есть удаленно компанию зарегистрировать можно? Все делается удаленно, кроме счета. Кроме счета, да, на счет нужно приехать и счет доказать, что вы как бы здесь? Смотрите, можно приехать или можно иметь человека здесь, какого-то, да, то есть есть люди, которые представляют некоторые операционные услуги здесь. Это не юристы, да, это просто какие-то операционщики. Они могут какую-то бухгалтерию для вас делать, еще что-то. То есть если у вас есть такой вот доверенный человек, то он может пойти, открыть счет для компании, но чтобы вы понимали, этот счет будет на его имя. То есть у вас не будет доступа к счету. Есть люди, которые это делают и просто дадут вам свои, там, логины, но получается такая ситуация, что у вас несколько людей пользуются логинами, и это не очень хорошая ситуация, потому что если потом какая-то утечка, непонятно, кто пользовался счетом. То есть тех, кого я знаю, кто это делает, они с этим очень аккуратно, я им полностью доверяю, я хорошо знаю, но они тогда сами администрируют счет, чтобы потом не было никаких претензий к ним. Понятно, у меня полностью ответственность, но я тогда понимаю, что деньги оттуда без моего ведома и не уйдут. Вот, такие варианты тоже есть, кому-то это, может быть, подойдет, ну, многим это некомфортно, потому что они этих людей не знают. Но если у вас есть, например, может быть, какие-то свои контакты, то есть не обязательно приезжать, можно с кем-то сотрудничать здесь, кто для вас будет вот этим заниматься. Это тоже такой вариант. Да, ну, я бы в любом случае, я не знаю просто, зачем открыть там компанию в США и не жить, да, потому что это не самая лучшая юрисдикция, которая там, это оффшорная, поэтому я думаю, что в любом случае, если вы рассматриваете там стартап США, наверное, вы рассматриваете там в дальнейшем фандрайзинг, какое-то поднятие инвестиций, развитие здесь, возможно, там продажи в большой корпорации, поэтому, наверное, вы хотите здесь находиться. При открытии, ну, вот, в общем, вопрос, при открытии компании обязательно занимается работой американцев? Абсолютно не обязательно. У вас, может быть, если там по ОВИЗам сколько угодно иностранцев, да, там себе рабочую визу, по-моему, Чонби, я не помню, сколько это должно быть американцев уже тогда, да, если... Ну, себе, они вообще не любят, чтобы вы сами себя трудоустраивали, но там как бы тоже всякие нюансы. Смотрите, по-моему, вот, тоже в отличие от других каких-то юрисдикций, здесь нет вообще требования, чтобы у вас были хоть какие-то сотрудники, да, то есть можно иметь компанию без сотрудников в штате вообще. Да. Если вы все там, то вы по определению... Ну, в России живете, да. Вы не можете быть сотрудниками американской компании, если она вдруг какое-то представительство не открывает, а это тоже все очень как бы плохо. Американская компания, в принципе, может открыть представительство где-то еще, но лучше открывать не представительство зарегистрированное, а там уже тогда дочерние какие-то компании, и вы можете тогда быть уже сотрудником этой компании. А так вот, усредненно вы, скорее всего, если живете там, то вы не будете сотрудником американской компании, вы будете там консультантом, вы можете получать компенсацию, и вам даже не нужна никакая виза, если вы представляете все услуги не отсюда. Окей, так, Петр спрашивает, куда написать Ине насчет оценки кейса по EB1? На самом деле не Ине, надо писать просто вам, да? А, тебе можно? Да, да. Ты просто перенаправишь, да, на Семена. Если вы книжку скачаете, там на последней страничке все контакты есть. Так, здравствуйте, интересует открытие фирмы для визы L1, где дешевле и какая форма собственности лучше? Смотрите, вот мы всегда очень так опасаемся формулировок открытия там компании ради визы, да, то есть все эти визы, они даются под нормальный бизнес, да, передающий. Если у вас компания открывается сугубо под визу, то с большой вероятностью вы ее не получите, потому что, ну, это будет видно. Виза L1 непростая. Она очень интересная и очень классная, если ее получить, потому что супруги имеют право работать, вот в отличие от у, например. Но нужно, во-первых, предоставить достаточно большую базу информации про текущую компанию где-то за рубежом, да, там, допустим, в России или где-то еще, показать, что это настоящая компания с какими-то нормальными оборотами, с сотрудниками настоящими, да, они, которые там в конверте получают где-то деньги по серому, которые оформлены в штат, потому что это визы для менеджеров. Эти менеджеры должны кем-то руководить, да, то есть и человек, который подает на эту визу, ну, то есть человек, на которого подается эта виза, сам тоже должен быть трудоустроен официально в этой компании и не просто быть там гендиректором, ну, он должен быть на зарплате. У него должны быть подчиненные. То есть у вас должна быть, с одной стороны, хорошо там развитая компания там, с другой стороны, можно здесь под новую компанию получать в США, но нужно показать, каким образом он сейчас тоже будет менеджером здесь, то есть ему нужно, ну, то есть у вас хотя бы в планах, в бизнес-плане, который вы будете подавать, Нужно будет показать, да, мы там планируем под него нанять сотрудников, или, ну, в общем, кем-то он должен здесь руководить, причем там тоже тонкости, он не может руководить самыми нижними рангами, то есть это такой должен быть высокого уровня руководитель. Вот. Нужно денежное вложение делать в США. Ну, то есть это не просто так, да, там открыл компанию, всех надурил и получил визу. Да, то есть, да, это исходится из потребностей бизнеса, то есть вы уже, не знаю, может быть, есть смысл, если вы действительно считаете, что в США там хороший рынок для вашей компании приехать, посмотреть на это все, да, прикинуть, и уже на месте понять, там, какая форма собственности для вас и так далее. Ну, форма собственности, скорее всего, это будет все равно корпорация, из-за того, что я говорила раньше, там, в начале вебинара мы обсуждали, что LLC просто, она неплохая собственность для американцев, да, там, для определенного вида бизнеса, но когда у нас иностранцы, которым потом придется налоговые, вдруг, декларации персональные подавать, у которых нужно вот эти вот холдинги делать, все это получается достаточно сложно, так что мы не рекомендуем. Есть ситуации, когда люди это делают, и там они какие-то, ну, усредненно, как бы, да, чтобы было все проще делать все равно, вот, психорп, и думать, если вы хотите, чтобы это была какая-то прибыльная компания, то тогда будете думать, как выводить деньги. Скорее всего, вот, чтобы такой ситуации не было, чтобы было проще, вы можете сделать дочернюю компанию здесь, то есть у вас, да, это корпорация, но в ней никаких особо доходов не остается, она просто помогает вашему зарубежному бизнесу, дочерняя компания, допустим, российского бизнеса. И, соответственно, допустим, она здесь делает продажи и зарабатывает деньги, но это не ее деньги, она эти деньги отправляет обратно в материнскую компанию, потому что это ее деньги, она просто является, там, clearing house, да, там, у нее, то есть она работает просто на какой-то небольшой, там, процент, то есть вот, это называется cost plus, там, у нее есть, и покрывается ее расходы на существование, плюс, там, допустим, 5% сверху. И это такая, в целом нормальная модель, которая проходит, и тогда платится налог США вот с этих, там, 5% среди. Угу. Угу. Окей. Так, а можно ли переделать LLC в C-корп? Наверное, да, почему? Можно ли сделать LLC? Да, безусловно, есть процесс конвертации. Более того, если вам нравится форма LLC, вам только не нравятся налоговые последствия, там есть такой, в налоговых формах, там есть такой check the box, можете отметить коробочку, и ваша LLC будет себя вести к корпорациям, и, ну, с налоговой точки зрения. При этом структура остается LLC. Я персонально не очень люблю структуру LLC, потому что она для меня как бы слишком какая-то такая размазана. Я больше люблю работать с корпорациями. Но если для вас это вы же с ней работаете, вас, в принципе, все устраивает, кроме вот этой налоговой части, то можно даже не конвертировать. Если хотите, можно конвертировать. Это тоже достаточно такой несложный процесс. Угу. Окей. Мне уже пишут, что читаю твою книгу, уже до 55-й страницы дошли, и дам на 55-й странице ошибку. Ну, пишите ошибки, я с удовольствием все починаю. Стартап вместо стартапа. Хорошо, это важно. Еще никто не давал комменты по книге в плане ошибок, и действительно ее нужно вычитывать, а конец книги совсем никто не вычитывал. Сначала мы еще несколько раз успели перечитать до публикации. Инат спрашивает, сколько у вас стоит консультация по EB1, видимо, по оценке кейса. Ну, даже не знаю. У нас как бы не особо делаем такие консультации по оценке. У нас есть инновационный специалист. Если интересно, вы можете мне написать, я вас с ним напрямую свяжу. Он там с вами поговорит на 20 минут, и в целом будет понятно, есть кейс или нет. Мы не берем то, что нам кажется вообще как-то нет базы никакой. Если он посчитает, что есть базы, то мы берем за визу, а не за консультацию. Ну, то есть, да, он вам просто пришедет опросник, когда обычно работают в заполните опросник, он смотрит, если да, то он говорит, что окей, мы беремся, ну, с кейс или нет, столько-то, если нет, то нет. Ну, и Пивана тут в Гринкадже по... Да, это экстраординарность. Там не обязательно для этого иметь визу О1, но в целом как-то считается, что ее гораздо легче, и ее сложно получить, эту Гринкарту, ее проще получить, если вы сначала подали на визу О1. То есть я не пытаюсь продать больше услуг, а можно попытаться сразу подавать на Гринкарту. Я просто знаю случаи, где там сразу в Гринкарте отказывали, а как-то вот когда идешь через Визу О1, как бы ты уже один раз доказал, а там пару прохождений ниже. Сначала получил О1, доказал, да, я такой экстраординарный, и уже на этот более высшую планку для Гринкарты как-то уже проще немножко проходить. Окей. Так, как я понял, я могу открыть по туристической визе бизнес. Правильно поняли. Можно даже не приезжать. Можно даже дома сидеть, да, без визы. К примеру, во время прохождения языковых курсов. Как вариант, да, если курсы, особенно в Сан-Франциско, мне кажется, они вдохновляют очень на открытие компании. Кто имеет право в этой компании работать? Имеет право в этой компании работать кто-то, у кого есть разрешение на работу в США и кого вы как бы наймете, да? То есть вы как учредитель можете нанимать кого-то в США, и вы как учредитель по тур-виде, например, вы можете вести переговоры с инвесторами. То есть там приедут 500 стартапов, да, у меня тоже многие спрашивали, а как ты по туристической визе ведешь бизнес? По туристической визе что мы делали? Мы делали фандрайзинг, то есть мы встречались с инвесторами, питчили, рассказывали. Мы встречались с партнерами, подписывали школы в США, и мы продумали, как бы обсуждали маркетинг. То есть менеджмент вы не можете делать, вот именно, вы знаете, day-to-day operations по тур-виде, как бы неправильно, да? Вы уже должны быть... Все зарплаты не получаете, по идее никто там особо не знает, чем вы занимаетесь. Ну да, да, да. Ну как бы формально, да, да. Ну пока вы зарплату себе не платите, вы можете какие-то вещи делать, но потом вам нужно, естественно, получать его визу, видимо. Или что вы делаете? Ну или вы можете, опять же, зависит от того, что это за бизнес и какие у вас потребности в США. То есть вы можете сами ехать домой и получать компенсацию как консультант, или даже на свою какую-то российскую компанию получать компенсацию по контракту, а здесь иметь уже каких-то сотрудников с правом на работу, которые, допустим, тоже продажами занимаются. То есть просто зависит. Если вы хотите именно привлекать инвестиции, то все-таки верхушка компании должна как-то находиться здесь, ну или вот кто-то, кто будет это все пичить, и они хотят, чтобы там запичили их и уехали. Но если это просто бизнес, который там живет, платежит клиентов, то вы можете приезжать там 2-3 раза в год и встретиться с ключевыми клиентами, а так у вас основной бизнес могут вести ваши сотрудники, которые просто американцы или люди на визах на каких-то... Мы потихонечку будем заканчивать. Я, наверное, последний вопрос сочетаю. Здравствуй, спасибо, очень полезный контент. Марине, за книгу Ини. Именно, спасибо за книгу. У меня следующий вопрос. Что думаете... Ой, нет, стойте, перед этим я задам вопрос. Сколько у тебя ушло времени в написании книги? Ой, ну, я же так... Это личный вопрос. Я просто в процессе. Вы не считаете, как это сложно? То есть у меня уже там типа 40 страниц. Мне кажется, что надо больше. И вот я сижу, как бы, каждый день думаю... И я иногда вот сажусь и начинаю писать, 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 и думаю, а человек вообще интересный такой читает. Это всегда большой вопрос. Поэтому я сначала пишу, 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 потом сажусь, перечитываю, думаю, нет, что-то так это вода. Вода, вода. Да, то есть тяжело свое резать, да, такое. Ну, как бы по времени от и до это где-то около года заняло. Но я сначала там села, что-то такое писала, писала, конференции готовила. Подготовила такую короче мою версию, там, страничек на 8. А потом практически этим не занималась. И потом вот наш иммиграционный специалист ехал на конференцию в Киеве, на iForm. И мы хотели ему с собой вот дать такие уже законченные работы. И тут я, как бы, мотивация, я же там села за, не знаю, за сколько, за 2-3 недели. Мы так в ускоренном режиме все это заканчивали. Ну и поэтому, да, в конце книги больше опечаток, чем в начале. Окей, на самом деле, тут и про визы есть, наверное. Вообще супер. Вот реально, если бы я бы не знала. Кстати, там про визы, там про стартап визу написано. Можете это уже вычеркнуть. А, да, ее уже. А, да, ее уже. Ну, ее как бы и не было. Ну, вот там написано, что там какого-то июля вот там должно что-то такое все уже. Да, не будет стартап визы. I'm sorry. Ну, на самом деле, она и не визой была. Это было все там. Ну, там написано, в чем были с ней проблемы, если кому-то интересно так уже историей позаниматься. Так, что вы думаете о том, чтобы начать стартап при обучении на PHD в Калифорнии? Реально ли это? Я думаю, что это реально, ну, как бы, это точно реально. То есть вам никто не запрещает начинать этот вопрос просто со временем, да? Но, например, один из таких примеров, которые стартап начали во время обучения на PHD в Калифорнии, это стартап Google, когда Сергей Брин и Ларри Пейдж делали как проектную работу свою алгоритм, который выводит по релевантности результаты по запросу. Вот этот алгоритм перерос в то, что они потом переехали с PHD в гараж к вот этой Сузан. Я никогда не могу выговорить ее фамилию, которая села YouTube в вашей циске. А, да-да-да. Переехали к ней в гараж, наняли, значит, Ларри Пейдж, начал встречаться с сестрой Сузан, они наняли Марису Майер, которая крутила роман с Брином, которая сейчас CEO Yahoo, и она получает, например, обращала статью, типа у нее зарплата 100 тысяч долларов в неделю, что-то там какие-то вообще сумасшедшие суммы. В общем, да, есть очень интересная история по поводу начала стартапа в РимП HD, особенно если ваш ресерч связан с технологией, которая... На самом деле, лучше, ну, лучше это сложно сказать, там есть свои нюансы, да, то есть я не знаю, как они это все юридически оформили, но я в свое время еще, когда начинала свою карьеру, работала с партнером, у которого была практика в Life Sciences, и у него практически все клиенты были какие-то люди, которые там вот там PHD, что-то, 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 получали в Стэнфорд, там, Гарвард, и они все вот делали компанию, исходя из того, что они там такой ресерс какой-то сделали. И вот эти технологии, да, наработки забрать из университета достаточно сложно. То есть нужно подписывать, да, контракты. У них, в принципе, это отработано, с одной стороны, да, то есть у каждого такого большого нормального университета есть свой такой юрцентр, который этим занимается, но там идет торговля, потому что они как-то так достаточно жестко как-то там подходят, они хотят там за собой оставлять много прав. Ну, в общем, сложно, то есть это не так кривиально. Так что если можно это, так сказать, если у вас уже есть какие-то наработки... Лучше на своем компьютере делать и дома, а не в аудиториях. То, что тут, да, вот как бы вопрос, где вы это делали, да, все это... Ну да, нет, ну если это часть вашего ресерша по PHD-программе, у вас была стипендия, и, скорее всего, у вас это, что вы подписываетесь в университет, когда вы вносите в программу, там будет написано, да, там какие ограничения, надо читать. Там будет написано, чтобы такой ситуации не оказалось. То есть это нормальная ситуация, многие компании построены на ресерче, которые вышли из университета, но надо будет делиться, чтобы... Да, ну Google там за хорошую сумму, я так понимаю, выкупила. Ну, наверное, да. Это право. Да, так что вот, будем заканчивать. Ребят, спасибо вам большое за то, что были сегодня с нами, за то, что присоединились послушать нас. Вот, да, книгу обязательно скачивайте. Мне кажется, это такое вот... Просто я смотрю, настолько все структурировано, как у нас с Веней, мы вели вебинар, у него книга по английскому, даже 40 страничек. Максимум выжимки. Вот такая по стартапам теперь у вас есть. И скоро выйдет еще моя такая по поступлению на программы обучения в США.